Третий год в Щебоксарах Третий год в Щебоксарах Третий год в Щебоксарах Третий год в Щебоксарах которые сегодня мы с вами здесь будем обсуждать. Сегодня мы хотим обратиться к нашим горожанам, к нам всем. Неважно, да, какая профессия, какой у нас возраст, чем мы увлекаемся, нас всех с вами объединяет, главное – это любовь к нашему родному городу, городу Чебоксары. В настоящее время в городе реализуется множество проектов по благоустройству территорий, и по их поводу возникает много споров и разногласий. Именно о них мы решили рассказать вам сегодня. Город Чебоксары приступает к реализации нового проекта, проекта по формированию абсолютно новой комфортной городской среды. Цель проекта – создание здоровых городских пространств для жизни, для отдыха, общения, эстетики и развития культуры. Наша задача в рамках проекта – благоустроить общественное пространство и сформировать то, что привлекает туристов и радует горожан. И как результат мы должны получить комфортный, современный, обновленный город. Городу Чебоксары необходима активная работа по изменению городских пространств. Кардинальный перемен некоторых городских общественных пространств мы проводили еще в прошлом году. Сегодня в планах администрации оживление благоустройства тех прогулочных территорий, которые сегодня выглядят скучно, а могут и должны радовать жителей и гостей, соответствовать духу времени. Реализация любого проекта подразумевает восприятие города в трех масштабах. Первый масштаб – городской. Он используется архитекторами при планировании с высоты птичьего полета. Следующий масштаб застройки – средний. Для организации кварталов, зданий и городского пространства. Третий масштаб – человеческий ландшафт. В этом направлении важно, как люди воспринимают город на уровне глаз. Это самый важный масштаб городского планирования. Именно в малом масштабе, в городском ландшафте, люди близко взаимодействуют с городом. Поэтому так важна гармония территорий, которая предполагает процесс качественных преобразований городской среды средствами ландшафтного дизайна и архитектуры. В прошлом году было очень много разговоров о многомиллионном проекте итальянского зодчего Хосеа Сибильо. Он предлагал возвести пешеходный мост через залив между Домом правительства и Театром оперы и балета. Павильоны в виде треугольников с обоих сторон Чувашского драмтеатра и здания на пересечении улицы Ярославская и Калинина должны ограничить территорию Красной площади, иначе непонятно, где она начинается и заканчивается. Местом встреч должен стать луч, устремленный в небо, расположенный на набережной. Там, предположительно, разместят выставочный центр. Однако сегодня не обязательно тратить огромные средства, чтобы сделать среду комфортной. Местные молодые архитекторы предложили свой вариант обустройства Красной площади. Мы вообще пришли к выводу, что она, даже в том виде, в каком она есть, она достаточно удобна, красива, но она нуждается в некоторых моментах благоустройства больше. Даже не переобустройство, не реконструкция, а именно благоустройство. В частности, это восстановление покрытий, которые, к сожалению, у нас уже в таком печальном состоянии. Обновление каких-то зеленых зон, клумб, газонов. Одна из наших идей была в том, что клумбы у нас, к сожалению, сезонные. И, например, тюльпаны, они цветут только весной, а потом клумбы и зеленохозы приходят постоянно это все обновлять. Не всегда это успевается вовремя. И поэтому мы считаем, что, как в Европе, у нас должно быть будущее за газонами. За зелеными зонами, которые именно засажены травой, причем такие, не такие, которые огорожены забором и нельзя в них, как сказать, подойти. Мы считаем, что необходимо зеленые зоны интегрировать людей в зеленые зоны. То есть сделать клумбы такими, чтобы к ним можно как-то пройти, посидеть среди зелени, устроить какие-то места, скамейки, которые прям могут быть на мостовой, которые позволяют общаться, присесть в любом месте города. Набережная и прилегающая историческая местность – одна из самых красивых частей города. Однако спуск к воде сегодня ничем не благоустроен. Проектанты предлагают место на спуске частично покрыть деревом, создать скамейки и покрыть пандусы деревянным настилом, создать зеленые площадки для отдыхающих и причал. Тем самым это пространство станет местом массового культурного отдыха, где можно отлично провести время с семьей, спуститься к воде и покататься на катамаранах, полюбоваться рекой и видом на город. Еще один момент, на который обратило внимание архитектурное бюро «Классика» – это пестрота стилей и красок, присутствующих на заливе. И, к сожалению, не в лучшем смысле этого слова. Дело в том, что объекты торговли и развлечений достаточно разномастны и создают хаос в общей картине местности. Поэтому в рамках общей концепции благоустройства было предложено установить дизайнерские решения в едином стиле. И выдержаны они должны быть и при установке малых архитектурных форм. Каждый день хожу на рамках, и смотрю, как первые эти лебеди на этих бетонных откосах отогреваются. Пока черных лебедей не было, они отходят все время плавно. Черные лебеди появились теперь постоянно на этих бетонных откосах. И мне пришла мысль, а что если вот с одного из спусков просто начать отсыпать опрямо от тушек хранения насыпь до середины и образовать лебедей? А потом просто в подъезд к этому острову разобрать хранение. Лебеди, гуси и утки уже действительно стали полноправными жителями нашего города. Помимо белых в этом году появились и черные. А со дня на день залив заселят и экзотическими птицами, утками-мандаринками и пеликанами. И очень важно, чтобы на чудо птиц можно было не только посмотреть издалека, но и подойти поближе, покормить. Специально для этого будут установлены автоматы с кормом, а принимают пернатых гостей в новых плавучих домиках. Кстати, такое дизайн решения пришло в голову студентам. И вот их проект уже радует глаз горожан. Все проекты по изменению городской территории направлены на то, чтобы наконец научить людей бережно относиться ко всему, что находится за пределами их квартиры. Город должен стать местом встреч, приятного времяпрепровождения и вдохновения. Наверное, все горожане знают, что в день города проспект Ленина превращается в творческий бульвар. Пешеходную улицу, где можно попробовать себя в разных интересных увлечениях – от танцев до меткой стрельбы. От горожан уже не раз поступал совет трансформировать участок дороги от Национальной библиотеки до Красной площади. У пешеходного маршрута есть свои принципы. Это комфортные условия во время ожидания транспорта, удобные остановки, передвижение пешком и на велосипеде, хороший городской ландшафт и качество пути от остановки до дома. Почему бы творческому бульвару и в будни не быть пешеходным? Чтобы пройтись, полюбоваться картинами художников на зданиях, посидеть у объемных клумб с подсветкой, отдохнуть на эксклюзивных остановках. А в небольших сквериках по выходным можно проводить тематические встречи, устраивать танцевальные площадки, КВН и прочие интересные мероприятия. Проще говоря, в городе должно стать больше мест, в которых бы хотелось остановиться и провести время. Сегодня такую функцию выполняют мобильные библиотеки. На мобильном стенде библиотеки расположены QR-коды. С помощью них можно скачать любую книгу на свой смартфон или планшет. С помощью специальной программы мы сканируем. QR-код. И проходим по ссылке, которая нам указана. Зверобой или первая тропа войны. Начать читать книгу онлайн. Можно приступать. Также каждый пользователь может стать участником книгообмена или буккроссинга, оставив здесь на специальной полке свою книгу и взяв понравившуюся. Сегодня здесь книг не оказалось. Видимо, самые интересные уже разобрали. Развитие может получить даже привычная для нас территория Дома МОД. Она является центром скопления народа. В настоящее время здесь ограничено пространство для движения людей. Но проектировщики одного из бюро считают, что помимо транзитной функции, необходима возможность присесть, отдохнуть, почитать, пообщаться. На площадке у Дома МОД предлагается разбить рекреационные площадки в виде круглых клумб разного диаметра с лавочками по периметру. На открытые встречи градостроители дали и свое видение благоустройства территории около ДК «Салют». Уютный зеленый сквер в центре часы, а от них расходятся дорожки с лавочками. Подождите, часы? Мы же не на вокзале, куда торопиться? Спешить вовсе некуда. Главное – правильно рассчитать свое время. Дело в том, что в ДК открылся многофункциональный центр, а после реконструкции время ожидания можно будет провести не только в помещении, но и в уютном сквере. Здесь же предлагаются игровые комплексы, детские площадки и тапиарии – скульптуры из растений. Таким образом сквер выполнит сразу две функции – станет зоной отдыха и ожидания. А вот проект, которого ждут все жители Новоюжного района. Несколько лет подряд они наблюдают хаотичные пешеходные маршруты и парковки, разбитые и разрушенные фонтаны, обвершалое дорожное покрытие, отсутствие зеленых насаждений и в целом низкий уровень благоустройства. Проектом компании «Артлайн» взяты во внимание все эти моменты. Предусмотрены гостевые и велопарковки, велодорожки, лекторий, скейт-парк, кафе, уличные тренажеры, детские площадки и, конечно же, фонтаны. Территория превращается в зеленый оазис, где найдется место и отдыху, и деловым встречам. Благоустройству подлежит и сквер, расположенный между Макдональдсом и Филармонией. Здесь предлагается построить сказочный город. Участок поделен на две части – общегородскую и детскую. Детская зона расположена вдали от дороги, в тени деревьев, в тихом и уютном уголке. По общегородской части проложены пешеходные пути, протоптанные горожанами за пару десятков лет. Эти пути не проходят через детскую зону, тем самым разделяя территорию и интересы горожан в любое время суток. Освещение по периметру детской зоны организовано высокими и торшерными светильниками. Вся она представляет собой сказочный лес. При входе ребенка встречают сказочные герои – дед и баба. Дальше расположена избушка, колодец, телега, скульптуры бабы-яги, лесы, медведя. Кусты и дорожки создают некий лабиринт. Главная цель такого проекта – создать настоящий семейный парк. Вовлечение жителей в обсуждение городских проблем – важный инструмент взаимодействия власти и общества. Желающих высказаться на открытой встрече оказалось немало. Микрофон то и дело переходил из рук в руки. А значит, востребованность в таких обсуждениях очень высокая. Мне кажется, общество должно знать, к чему город вообще стремится, как он будет выглядеть. То есть, мне кажется, идет на пользу не только горожанам. На пользу идет администрация, то, что они себе наматывают, можно сказать, на ус, что нужно в городе, какие изменения произвести. Мне кажется, от этого огромный плюс. Нужный, конечно. Что проспрашивать народ, узнать, чего они хотят, как сделать красиво, как устроить, чтобы было благополучно людям всем. Чтобы горожане знали, какой у них будет город, чтобы они представляли, где будут жить. А не то, что сейчас ходишь там, и даже не знаешь, что будет. А так приходят, ходят, рассказывают, что там есть, что будет. Это же проекты для горожан. И мнение каждого важно, потому что что-то новое предложили. А кому-то, может, горожанам это не понравится. И нашим проектантам, архитектам стоит задуматься, нужно ли этот проект делать. Или тот проект, который в первую очередь интересует горожан, надо тот проект уносить. И поэтому, конечно, сейчас на фоне эскизных проектов обсуждается в последующем проектно-смертная документация. И в рамках празднования 550-летия столицы Чувашской республики и столетия Чувашской автономии эти проекты будем осуществлять. Станет ли каждая предложенная идеей проектом, покажет время. Но сам факт небезразличного отношения к своему городу не может не радовать. Когда мы идем на работу, когда мы идем домой, мы проходим мимо мест, которые сегодня не обустроены. Поэтому мы хотели обратить внимание жителей и на эти площадки, и все вместе их благоустроить. Не только за счет бюджета города, но здесь нужно подключить и бизнес, нужно, чтобы и бизнес оформлял свои места, вход в свои магазины, вход в свои парикмахерские, вход на заводы, автосалоны и другие места. Все за счет бюджета сделать невозможно. Эту тему поднимают все. В каждом городе эта тема актуальна. И чем больше жителей будет вовлечено, тем больше результат мы получим. Ведь мы живем в благоустроенном, комфортном городе, и хочется его сделать еще лучше. А лучше мы его сможем сделать только все вместе. Наша городская среда – это уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального и исторического наследия, многофункциональные парковые зоны, ботанический сад, скверы и парки в радиусе пешеходной доступности. Нашему воображению есть где развернуться. Открытым пространством Чебоксара уже давно необходимы обновления и свежий взгляд на городскую среду. И если у вас есть чем поделиться, делайте это смелее на сайте Чебоксара.рум или в нашей группе ВКонтакте. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ